Федеральная трасса Енисей. Работа у дорожников снова кипит. В ход идёт и тяжёлая техника, и обычные лопаты. Убирают снежный накат, пока он подтаявший. Ночью, когда температура упадёт ниже нуля, очистить асфальт от наледи будет гораздо сложнее. На территории ПКС на федеральной дороге порядка 30 дней техники работает. На всех опасных участках находится дежурная машина обязательно. Это именно дорожная машина, по-твоему, с космосоверной смесью. В предстоящие выходные дорожные службы снова будут работать в круглосуточном режиме. Ожидается, наибольшее количество осадков выпадет именно в субботу и воскресенье. Местами по республике будут наблюдаться осадки в виде снега, мокрого снега в отдельных районах дождя. Ночная температура будет находиться в пределах плюс 5, минус 5, и дневная температура плюс 3, плюс 8. В отдельных районах она может помежаться, но незначительно. Из-за плохих погодных условий автоинспекторы рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок. Дорожные службы хоть и работают, но при обильном снегопаде охватить все 186 км М54 будет проблематично. Единственное, что нужно помнить водителям, это соблюдать скоростной режим, держать дистанцию до впереди идущего транспортного средства и не прибегать к опасным обгонам в тех местах, где дорога плохо просматривается или у водителя недостаточный стаж. Как обещают синоптики, в понедельник снег прекратится и похолодает. Но отдыхать дорожным службам пока не придется. Погода в марте опять будет капризничать. Снова ожидается и дождь, и снег днем плюс, ночью минус. Идеальные условия для образования гололедицы. Виктор Буро, Дмитрий Кузнецов, Вести, Акасия.